Невероятно, но факт! Я засекал от аэропорта до вокзала визы 15 минут. Визу мы посмотрим чуть позднее, а сейчас у нас по плану поезда Флоренции. У нас произошло заселение. Сейчас я вам все буду показывать. Это комната номер 1. Мама, скажи здравствуйте. Привет! Дет Лена, поздоровайтесь. Здрасьте, здрасьте! Всем привет! Здесь очень классно. Вот это зеркало. Второй этаж. Второй этаж. Роскошь. Бутиков, мне кажется, как минимум. Мы, естественно, с корабля на бал, сразу на прогулку. Я, на самом деле, начитал все разнообразных интересных фактов о Флоренции. Буду пытаться их вспоминать и вам рассказывать. Доброе утро, Флоренция! Как сказать? Доброе утро, Флоренция! Представляю вашему вниманию Баптистерии Флоренции. Это, вообще-то, одно из старейших зданий города. Экскурсовод Саша, значит, начинает свой рассказ. Самыми известными воротами являются вот эти вот сбоку. Их особенность в том, что Микеланджело высоко оценил эту работу и назвал их вратами рая. Копию этих врат рая установили на северный, по-моему, вход в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге. Да? Как вам моя экскурсия? Очень интересно. Мы начали восхождение на Санта-Мария-де-Фьорре. На сайте заботливо предупреждают, что рекомендуется лезть на купол людям с болезнями сердца, нарушениями стимулярного аппарата и клаустрофобией. Мы дошли до купола. Эта фреска называется «Страшный суд». Тут, наверное, не очень хорошо видно. Вот это внутренний купол. Получается, он вот так вот идет, и он держит внешний. То есть, чтобы построить этот купол, построили два купола. Сначала строили этот и параллельно строили следующий. Мне кажется, это очень интересно. Блин, это очень интересно. Вдумайтесь, ребята, это было сделано, блин, в 1400 каком-то году. В 15 веке люди делали какие вещи. Мы находимся на высоте 90 метров. Это вот день от нас. Санта-Мария-де-Фьорре. Вид, конечно, потрясающий. Тосканские холмы. Вот это все очень красиво, невозможно. Судя по всему, здесь был Данте. Вообще, если вы не знали, Данте – один из самых известных выходцев из Флоренции. Вы знали? Нет. Данте – один из самых известных выходцев из Флоренции. А еще его называют отцом итальянского языка. Потому что до него было много разнообразных… «Стой, пройдя до половины, я ощутился…» «Что-то там призначно…» «Лису». «Лису». Вот, божественная комедия. Его, короче, стало вообще эталоном всего, что можно. Здорово, правда? Ой, он снова в куполу пришел. В куполу. Купол вообще просто невероятный. Просто. Каково вот было бы в 1440 году висеть вот под этим куполом для расписывать все. Да. Чтобы вы понимали, вот это вот инструменты, которые были использованы при строительстве. Статуи браморные погрузили вот в это ведерочко. И поднимать давай. В таких местах, конечно, хочется быть каким-нибудь искусствоведом или историком, чтобы знать всякие разнообразные штуки интересные. Вот, например, перед нами антропологический музей. Обычное, с виду, казалось бы, здание. Но не тут-то было. Это, короче, потайная дверь. Здесь сначала был, видимо, какой-то дворец. И это был черный ход. А потом здесь было отделение полиции. И сюда приходили информаторы так незамеченно такие. Оп. И в подворотне скрылись. Никого не видно здорово. Правда? Правда. Раз уж я решил все документировать. Это вот у нас кофе-питие после подъема... После подъема на Дуома. Вот здесь мы решили это произвести. Это Ла Логгия Дели Альбици. Ла Логгия Дели Альбици. Все итальянцы от меня отписали сейчас резко. Говорят, приехал в Италию и поступает как итальянец. Я решил заказать эспрессо и круассан. Мы с вами находимся на площади Синьери. Здесь комплекс скульптур и статуй. Все эти скульптуры установлены здесь неспроста. Они были поставлены здесь, чтобы вдохновлять правителей Флоренции, которые направлялись во дворец Веккио. А туда они направлялись. Они там кто-то жил, кто-то просто правил. Не все копии. Есть оригиналы. Вот это Персей. Он оригинал. Похищение собинянок. Тоже оригинал. Вон там фонтан Нептуна. Он тоже оригинал. Вот это Давид. Он копия. Эта статуя называется Геракл побеждает Кекуса. Кекус. Понятия не имею, кто это. Геракл примерно представляю. Она интересна тем, что за ней находится плита, на которой, по поверью, Микеланджело вырезал профиль одного из преступников, которого казнили на этой площади. Его он как бы спиной стоял к стене и пытался вот нацарапать вот этот вот профиль замечательный. Вроде как он даже на спорте сделал, но легенда умалчивает точно. Сейчас мы направляемся в сады Микеланджело. Они находятся вот на том холме. Какие холмы Микеланджело без статуи Давида. Конечно же, она тут есть. Вот она такая стоит. Это очевидно, копия. Хоть и очень качественная. Пошли наведаться в галерею Уфици. Собрание коллекции скульптур и картин семейства Медичи. Одно из богатейших семейств в Европе. Они правили во Флоренции. Вот они, значит, активно покровительствовали художникам, скульпторам. Вкладывались в искусство активно. И благодаря этому оно очень хорошо развивалось во Флоренции. И эта галерея — это вот собрание их коллекции семейной. Помимо всей вот этой красоты безумной, отсюда открывается весьма интересный вид на Понте Веккио. На самом деле я уже говорил как-то о том, что очень важно посещать музеи, выставки. Даже если вы не являетесь каким-то поклонником искусства, потому что это воспитывает чувство вкуса. Даже просто ходя по улицам других городов, других стран, смотря на то, как у них всё устроено, вы становитесь немножко лучше. Наша дорога привела нас в Рим. Я решил говорить почему-то вдруг из видами какими-то фразочками и фразеологизмами. На один день мы приехали в Рим. Очень много я слышал историй про то, как люди за полтора часа доезжают на скоростных поездах потрясающих. Но когда мы начали смотреть билеты, они нам вышли бы в где-то 70 евро туда-обратно. Вроде как, если покупать заранее, скорее всего так и есть, это будет намного дешевле. Но мы, естественно, очень спонтанные ребята. Мы решили поехать прямо вот за один день. И поэтому билеты на поезд нам вылетели бы в копеечку. В итоге мы решили поехать на автобусе. Автобус Flixbus стоит 9 евро. И за три с половиной часа он домчал нас в Рим. Я про него ничего абсолютно не знаю, поэтому сейчас мы будем вместе с вами просто ходить, гулять, куда глаза глядят, смотреть, наслаждаться красотой. Наверное, здесь очень красиво. Я так до конца не понял, где я нахожусь. Карта мне говорит, что это не то площадь Венеции, не то музей армии, не то памятник Эммануилу Витторио Второму, не то Капиталистская площадь. Вот, короче, здесь очень красиво. Пожалуйста, приезжайте сюда, посмотрите. Рим пока мне очень даже нравится. Представляю вашему вниманию Пантеон. Храм всех богов построен в 126 году до нашей эры. Один из главных памятников исторической архитектуры Древнего Рима. Вход сюда абсолютно бесплатный. Можно зайти и полюбоваться на красоту, которую построили во втором веке. Я повторяюсь уже в который раз. Вот это вот отверстие 9 метров в диаметре. Это единственное отверстие, в которое проникает солнечный свет. И здесь можно представить такой вот столб света. Очень яркий и особенно читающийся в полдень, видимо. Или когда-то там, когда солнце в зените, наверное, в полдень. А, может, чуть позже. Красота, короче, безумная. Мы, в общем, галопом по Риму. По самым главным достопримечательностям за спиной у меня находится собор Святого Петра. Самый большой католический собор в мире. И он вообще, на самом деле, самый-самый. Потому что у него самый высокий купол. 136 метров. Его строили, по примеру, Санта-Мария-дель-Фьора. К его строительству приложили руки все вообще великие архитекторы Италии. В том числе Микеланджело, Рафаэль, Бернини. Очень большой список людей, кто был в этом задействован. И вот такая красота у них получилась. Еще один интересный факт вспомнился мне тут вдруг. Выше этого купола нельзя строить в Риме здание. Поэтому это самое высокое здание в Риме. Очень интересный факт, обращайтесь. Я, если что, их все перевираю и забываю. И имена и даты вообще мне даются очень сложно. И поэтому у меня по истории была тройка. Но на самом деле это все очень интересно. И очень хотелось бы все это знать. Поэтому доверяйте, но проверяйте. Почитайте информацию про сие великое творение. Очень-очень интересно. Я решил, что недостаточно много рассказал вам про дома. И поэтому залез на колокольню Джотто, чтобы показать вам его еще раз с высоты и рассказать еще несколько интересных деталей. Чтобы вы понимали, купол Санта-Мария-дель-Фьоро. Я почему-то решил, что нужно обязательно, да, короче, показывать все видео. Это до сих пор самый крупный купол из кирпича. И вроде как единственный по такой конструкции собранный, потому что архитектор Филиппо Брунолески засекретил все чертежи после строительства. Поэтому технология утеряна. Еще один интересный факт о самом дома. Пока его строили, собор, который находился на месте до него, оставался на своем месте и функционировал. То есть Санта-Мария-дель-Фьоро возвели как саркофаг вокруг старого собора и снесли его уже после завершения строительства. Стен и крыши. Потому что купол возвели только лет двести, наверное, спустя. Потому что никто не мог придумать, как уместить эту конструкцию, как вообще сделать, чтобы не обвалились стены. Купол на минуточку весит где-то сколько? Тон девяносто. Мне кажется, это много и тяжело. Но в итоге все получилось, и это все уникально. Так что не упустите возможность посмотреть, если будете во Флоренции. Последний небольшой факт, связанный с собором Санта-Мария-дель-Фьоро, заключается в том, что входной билет на купол в музей Дуома, на смотровую площадку колокольный Джотто, он как бы единый, стоит 18 евро и действует 72 часа. Поэтому за трое суток вы можете подняться и туда, и сюда, и в музей сходить. И вообще замечательное время провести, так что ловите моменты. Мы дошли до галереи Академии посмотреть на Давида. На самом деле мало кто знает, я не знал, я почему-то решил, что мало кто знает. Изначально он должен был стоять на соборе Санта-Мария-дель-Фьоро. И когда Микеланджело брался за этот заказ, он рассчитывал, что его скульптура будет украшать фасад собора. Когда заказчики увидели результат, они решили, что он слишком прекрасен, чтобы ставить его на фасад, потому что там он потерялся бы. И тогда его поставили на площадь Синьории перед Палаццо Векьё. Через какое-то время эту статую пришлось сюда брать, заменить её копией. А оригинал такой красавчик стоит здесь теперь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова